Я знаю, приходил туда мастер дел, направил, нет? Ну придет, ждите, потому что сейчас он работает на Спартака улице, сказал, что там сделает, тогда придет к вам. Так что вы не переживайте. Телефон не смолкает ни на минуту. Некогда детдомовский мальчишка, теперь депутат Гордум из Миногорска. Виктор Бабенков – образец для подражания. Порыв, пожар, личная проблема, сразу бегут к нему. Вот председатель личных комитетов, мне они нужны постоянно. У Виктора Александровича все четко. Контакт и адреса всегда под рукой. Это осталось от работы в школе. Половину жизни он посвятил детям. Проводил не просто занятия, а рассказывал истории, показывал кино, посвящая ученикам почти все свое время. Когда я был в детском доме, я видел, как все сбежали скорее с работы. Ой, уже, то автобус ушел, то дети там. А я глядя, думаю, нет, а я буду отдаваться все-таки этим детям, с которыми я работаю. Отдавался так, что потерял семью. У Виктора Александровича было три жены. Ушли все. Потому что я отдавал много времени работе. Я не думал, что семье надо много работы отдавать. Я думал, что семья на втором месте. Вот так почему-то считал. И очень долго так считал, 40 лет. К сожалению, пришло, когда с любимой работы попросили. Но тут люди выдвинули его в депутаты. Говорит, даже растерялся, ведь не знал, с чего начать. А когда узнал проблему людей, коммунальной аварии, нехватка детских площадок, парковок, решил, что будет помогать. И пошел штурмовать администрацию. И я изо дня в день на планерку к ним туда. И говорю, так, два порыва. Когда будем ремонтировать? Виктор Александрович, вы что, дни у нас? Я говорю, я про других не знаю. Я про себя говорю. Другие не знаю. Ну вот, видят, что человек настольный такой, не это самое. И вот стали делать. А вот в площадке отказали. Нет бюджета. Тогда он собрал с жителей три тысячи, а больше не решился. Добавил свои пару десятков тысяч. Я всю жизнь посетил людям, а о себе-то никогда не думал. А теперь вот думаю, что в возраст подошел, надо думать. А о чем мечтаете? Я ни о чем не мечтаю. Я продолжаю заботиться о людях. И когда что-то я сделаю, я спокойно сплю. А еще Виктор Александрович очень одинок. Поэтому с удовольствием общается со всеми. С теми, кому помогается, с троптивыми чиновниками и даже незнакомцами. Будете проездом в Змейногорске, спросите любого, и вам скажут адрес народного героя. Загляните к этому удивительно заботливому, ранимому, но такому стойкому человеку. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.